МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В захованих историчной памяти на Гомельщине вызнашили переможцу областного этапа конкурсу «Спадшина». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Уличывающие факты внешнеполитичных погроз, так само створение террористичных формирований у соседних краинах, шерах спроб ученения диверсий на территории нашей республики, силовый блок Беларуси повинен быть и готовый оборонить краину. Так, в Октябрьском районе с 5-го по 7-й червяня прошли межведомостные вучения, на яких вызначили готовность компетентных державных органов и инших структур до выполнения задач по спине недеянности террористичных организаций и незаконных узброенных формирований. В рамках вучения были заденечены силы и сродки разных службов и ведомств, включающие военные и медицинские. Больше подробязно в нашем материале. Маскировочные сетки, боевые расчеты, прикрытые мешками с песком, вооруженные бойцы, боевая техника, блокпосты – все это элементы антитеррористических учений. Проходили они масштабно, за действованием всевозможных сил и средств, все как полагается в условиях контртеррористических операций. Такое мероприятие не напугало местных жителей. Напротив, они отнеслись с пониманием, осознавая важность таких учений для нашей страны. Я поддерживаю нашего президента Республики Беларусь. Так и должно быть. Народ прекрасно все воспринимает. Пускай никто ни о чем не беспокоится, ни на высшем уровне, ни на низшем уровне. Все прекрасно, все так и должно быть. Наши должны быть на готове. На данный момент, учитывая обстановку в мире, особенно в Украине, мы сегодня должны быть очень готовны. Польша лучше не двигаться. Почему? Мы сегодня с Россией плечом клепчу. Надо учиться, чтобы уметь в всякой ситуации отреагировать правильно. И, как полагается, защищать свою страну, Республику нашу, Беларусь. По легенде, в один из районных центров ворвались группы диверсантов, которые пришли с целью захвата нескольких административных и жилых зданий. Задача силовиков – выявить террористов, освободить заложников и захваченные территории. Одну из таких освобождали 7 июня. По сценарию, октябрьский РОЧС был захвачен. Там же держали заложников. Силовикам необходимо было выполнить освободительную миссию, с которой они справились филигранно. Ролю словных диверсантов сыграли лучшие бойцы элитных спецподразделений. И даже они не смогли противостоять четко отлаженной работе системы реагирования государственных органов на акты терроризма. Такие учения еще раз подтверждают, что каждый гражданин Беларуси может быть абсолютно уверен в том, что силовой блок нашей страны гарантированно обеспечивает их безопасность от внешних угроз террористического и экстремистского характера. При этом в переговоры с бандитскими группировками никто вступать не намерен. В условиях контртеррористических операций будут задействованы все возможные силы и средства для уничтожения противника. Ведь безопасность граждан Республики Беларусь на первом месте. Никита Береснев, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Научение мощных и отказных. Военно-транспортный факультет Беларуского державного университета транспорта отзначил 20-ти годзе. Во установе оптимально сумершается теория и практика, что позволяет ей быть одним из престижных научных центров. Военно-транспортный факультет рихтует высококвалификованных специалистов для Узброенных сил и Пограничного комитета Республики Беларусь. За этот небольшой вроде бы срок своего образования он прошел очень интересный путь становления от кафедры до полноценного военно-учебного заведения. Наши специалисты пользуются авторитетом и спросом практически всего силового блока. Они качественно подготовлены, они имеют хорошую инженерную подготовку и у них хорошая военная базовая подготовка. У день юбилея факультет отримал веншавальни медали и грамоты от гоноровых гостей. Александр Крупский признается, что место навучания дало ему не только любимую профессию, а так само допомогло на быте полной моральной якости. За время обучения я вырос как человек, как личность. Физически развился, приобрел много новых знаний, обучился даже не одной профессии, обрел друзей, ну и можно сказать, даже цель в жизни. Так что можно сказать, что военно-транспортный факультет сделал для меня практически все. Высокий узровень военной подрыхтойки дозволяя кожному беларусу быть уполненным, что наша безпека у надеянных руках. В Жлобине сегодня стартовал Кубок Беларуси по самбо. У делу турниры берут каля 200 спортсменов за всей республики. С поборництвы заявляются генеральные репетиции других гульня Украины СНД, которые пройдут в жнивне в 11 городах Беларуси. Утым легко угомили и Жлобине. Наши корреспонденты наведали с поборництва и доведались, на кольки город Металургов готовы до проведения галунного спортивного мероприемства года. Виталь Сярмяшко на тестовой гульни приехал со столицы. Свой спортивный шлях починал у дзюдо. Але уже на протягу восьми годов выступает у самбо. До финала на этих с поборництвах дайшов уполнено. А вот выраженная схватка оказалась непростой. За полхвилины до ее закончения Виталь соступал по лику. Однако спортсмену удалось опровести коронный прием и стать четырехразовым переможцем Кубка Краины. Последние 30 секунд я знал, что я этим переворотом могу переворачивать. Я уже до конца его делал, потому что это мой, во-первых, коронный прием в парты. Я им хорошо переворачиваю и вот этим шансом воспользовался. Потому что я понимал, что в стойке он меня чуть-чуть на захвате опережал. Я по-другому никак не мог с ним бороться. Лаборатория чемпиона. Уминавито так можно назвать Центр Олимпийского резерву в Жлобине, где этими днями завершается опошня подрыхтовка до принятия турниру по самбо в рамках других гульня Украины СНД. Тут начинают свой шлях юные хоккеисты, биатлонисты, волейболисты. Теперь за великими перемогами сюда приедут еще и самбисты. Самбо развивается динамично. Белорусская команда, национальная команда, входит в тройку сильнейших команд мира. Когда в двойку, когда в тройку. То есть мы имеем довольно сильную школу, как и спортсменов, так и тренировок. Зала, у якой пройдусь с поборниц, выразличена на полторы тысячи месяцев. У охот для болельщиков будет бесплатным. Так само тут продугледжена и фан-зона. Усе необходные объекты у кроковой доступности. У склада физкультурно-оздоровленчего центра две гостиницы, конференц-зала на 50 месяцев. Объект у нас для организации непосредственно соревнований готов на 100%. И получили определенные замечания от федерации, которые в рабочем порядке будут устранены. Это уже идет больше по обустройству непосредственно самого зала. Все останутся довольны. Приглашаем на данное мероприятие. Это действительно достойно. И мы очень горды тем, что Гомельская область получила такое право провести именно эти виды спорта. Другие гульни края НСНД пройдуть с 4 до 14 жюня по 20 видах спорта. Завтра в Гомеле стартуют тестовые с поборницей по дзюдо. Церемония открытия гульня у отбудется в Минской арене 5-го жюня. На первых гульнях у Казани два года тому наша национальная команда показала пятый выник. В этом году задача перед спортсменами стоит максимальная. Миклай Зайцев, Игорь Марышенко, телерадио-компания Гомель, Сажлобина. В этом году в регионе заплановано выполнить больше за 500 тысяч квадратных метров капитального ремонта жилья. Об этом поведом и у начальника Головного управления жилево-коммунальной господарки Гомельского облаконкама Дмитрий Сгурский. Работы плануются провести прикладно в 170 домах. Традиционно в области, согласно программы «Комфортное жилье» порядка 500 тысяч метров квадратных ежегодно выполняется капитального ремонта. Количество домов варьируется в зависимости от того, какой это этажности дома, в каких районах, много подъездные. Но в любом случае это многоквартирные жилые дома, так как в одноквартирных и блокированных жилых домах капитальный ремонт не выполняется. Не застанутся без уваги и дороги. Гэта тема завсюду актуальна. Прикладно 220 в улиц плануется доброупорядковать селета. Особливая увага отводится ямочному ремонту. Работы будут проведены на 700 тысячах квадратных метров. На дадзіный момент я не выкину, не прикладно на треть. Конечно, работа построена, что в первую очередь выполняется текущий ремонт на ямочный ремонт на улицах с интенсивностью движения, максимальной. И потом потихоньку уходит на второстепенные улицы. Ну а там, где имеется критическая ямочность, так скажем, она, конечно, решается в бесспорном порядке, первоочередными задачами стоит, чтобы обеспечить в любом случае безопасность дорожного движения. Поэтому эти вопросы решаются в неочередном порядке. Масты и путепроводы так само уладковываются. У планах на Гомельщине в этом году обновить 8 сбудований. В Минске подвели выники конкурсу на лепшее осветление у СМИ работы органов прокуратуры. На 16-й полеку врачистой церемонию загороджения огучили имены лауреатов и переможцев в пяти номинациях. Оценивалися интервью, виды и сюжеты, спецпроекты, цикл другованных материалов. У номинации «Лепший творчий проект» первое место занял цикл «Звучайный геноцид» телерадиокомпании Гомель. Программа створена за кошт сродков мэтового сбору на вытворчость национального контента. В этом году мы продолжаем работать над программой «Овыкновенный геноцид». В этом цикле мы рассказываем не только о местах преступлений нацистов, но прежде всего о том, чьими руками эти преступления творились. Важно, что этот проект объединил журналистов, историков и работников прокуратуры, а также просто людей, которым небезразлична история нашей страны. Конкуренция в этом году была высокая. У всех на конкурс поступило больше за 150 работ. Пираможцам и лауреатам уручили дипломы и памятные узнагороды. По тяглинце у розквит родного города. Светлогорский лядовый палац объявлены молодежной будовлей Гомельской области. На плясовце уже працуются отрады школьников и наученцев колледжа. Об мотивации юнаковой важности спортивного объекта наш наступный сюжет. Наступный год для старшоклассника Сергея Коваля – выпускный. Хлопец марить стать пилотом. А свои опошние летние каникулы после школы он выросил провести на будовле. У першиню и доброохотно. Можно и поработать, внести свою лепту в развитие города. На самом деле, это правда очень классно. Мне кажется, даже за бесплатно бы тут поработал. Просто не 10 дней, но внести какой-то свой вклад – нет. Для меня это правда важно. На приконце мая Будатрат Лядовы долучился до бригад рабочих на плясовце будущего центра гульнявых видов спорта у Светлогорску. Первым его объектом станет Лядовый палац. Минавито его в этом сезоне и назвали головной молодежной будовлей в области. На працованную вахту, кроме школьников, заступили наученцы Мясового индустриального колледжа. Раньше я работал на реконструкции суда. Мы с ребятами из колледжа. Сейчас мы работаем со школьниками. Мы с одногруппником. Я командируем комиссар отряда. Сработались очень хорошо. Некоторых уже давно знаем. Некоторыми познакомились. По коль путевке у працованное лето тут отримали 15 человек. Усяго за сезон на областной будовле отпрацует 120 бойцов. Лядовая арена будет умещать коробку по мерам 60 на 26 метров и трибуны на 500 глядачов. Продогляджены тренажерные зали, зали по хореографии, акробатицы, медпункт и многое інше. За три месяца был сделан очень хороший большой объем работ. Сейчас заканчиваем в этом месяце, должны мы закончить возведение стен, кладку стен закончить. Закончить металлоконструкции кровли. И полы здесь надо заливать. И самое основное это ледовое поле. Нам надо приступить к конструкции ледового поля. Долгочаканную пляцовку хочуть открыть до конца этого года. Плануется, что наступным летом Светлогорск примет фестиваль в итоге. Первыми, кто выпробует свежий лед, будут сами юные будовники арены. Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке СТБ. В заховании историчной памяти на «Гомельщине» вызначили переможцев областного этапа конкурсу «Спадшина». Анастасия Наттачева проставила работу «Фарбы войны» на белорусской мове у номинации «Доследшая работы». Девчина распавела про портрет своего прапрадеда, намаляванный у годы Великой Итшиной войны. Навученко была узнагароджена дипломом и памятным подарунком. Этот прапрадед является моей семейной реликвией, и оно передается уже как пятое поколение, и этому прапрадеду уже в этом году исполнилось 80 лет. Я очень хотела показать, что реликвия может быть абсолютно все, что угодно, и она может передаваться множество поколений. Удельниками выступили навученцы и работники установки средней специальной эдукации. У трех номинаций в жюре было проставлено 150 работ, накерованных на патриотичное выхование. Стоит отметить, что с каждым годом уровень и качество этих работ возрастает. Мы вспоминаем, какими они были 10 лет тому назад, когда все начиналось. И то, какие шедевральные, профессиональные работы мы видим сегодня, последние годы, это, конечно, небо и земля. Гомельская область всегда была основателем, застройщиком, зачинщиком этого мероприятия. Поэтому я считаю, что тот потенциал, который у них есть, имеет определенную фору перед остальными нашими республиканскими организациями. Выники республиканского этапа конкурсу спадшина подведутся в вересне этого года. Завтра же хры региона могут адресовать свои питания проставникам мясцовой улады. У Гомельске мабл-выконкаме по номере 33-12-37 промую линию проведе наместник старшини Дмитрий Олейников. З вороты до Гомельшан премьер старшиня Гарвыконкама уладимир Прывалов. Телефон для сувязи 51-19-84. Час работы промых линий с 9-й ранницы до полдня. Это и другие новины вы можете узнать в нашем телеграм-канале, а также на сайте и интернете по адресе www.gomel.by. На этом выпуск завершенный. Усего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Два жителя поселка Юбилейный Гомельского района занимались наркобизнесом. После задержания одного оптового наркокурьера были обнаружены фасованные пакеты с психотропом. У его коллеги дома также нашли полимерный сверток с наркотиком. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела. За минувшие сутки в Гомельской области ликвидированы два пожара травы и кустарника на территории Житковического и Жлобинского районов. Один торфяной пожар потушен в Гомельском районе. В хойниках по улице Котовского произошло возгорание хозяйственной постройки. К счастью, без пострадавших. Вероятная причина пожара – шалость детей с огнем. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. До свидания. В продолжении эфира «Беларусь-4 Гомель» спортивное обозрение. В студии Николай Зайцев. Здравствуйте. Гонбалисты Мешков Бреста впервые стали победителями Сеха Лиги. В белорусском финале, который прошел на Сибур-арене в Санкт-Петербурге, брещане минимально одолели Минский СКА со счетом 32-31. Армейцы так и не смогли взять реванш у мешковцев за недавнее поражение финальной серии первенства Беларуси. Напомним, что в полуфиналах Мешков Брест одолел пермских медведей 34-33, а СКА переиграл бронзовых призеров российского чемпионата чеховских медведей 34-32. В матче за третье место Сеха Лиги подмосковный коллектив разгромил пермскую дружину с результатом 40-30. Нападающий хоккейного клуба «Гомель» Максим Войтович пополнил состав автомобилиста. Стороны заключили двустороннее соглашение. В минувшем сезоне Войтович провел 60 матчей в экстралиге и набрал 17 баллов. Также на счету форварда четыре поединка за Рысей в высшей лиге и пять набранных очков. Завтра состоится четвертый матч финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу. Минская столица на своей площадке примет гомельский ВРЗ. На данный момент счет 2-1 в пользу дружины Александра Чибисова. В случае победы минчане оформят очередное чемпионство. Если же вагоноремонтники сравняют счет в серии, то смогут побороться за титул в пятом матче, который пройдет уже в Гомеле. Завтрашняя встреча стартует в 18.00. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Николай Зайцев. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова